Дом на улице Аргун наполовину заселен жильцами. Хотя сегодня этим никого не удивишь. В Сухуми есть такие дома, в которых вообще никто не живет. Проблема этого дома заключается в том, что в свое время он был построен на российские деньги и предназначался для российских соотечественников, уехавших во время войны из Абхазии и потерявших свое жилье. Это полностью реконструированная девятиэтажка очень выделяется на фоне рядом стоящих домов, нуждающихся в капитальном ремонте. Здесь 54 квартиры. Бросается в глаза, что тут много окон без штор и занавесок. Некоторые окна завешаны одеялами. Сразу становится понятно, что людей здесь живет немного. Заселена может быть треть дома, а может и меньше. В подъезды попасть нелегко, оба закрыты. Снаружи на ключ, а изнутри на решетках висят замки. А в будущем планируется поставить электронную? Электронную? Да, хотим, конечно, поставить как бы электронную тоже, но пока у нас такие возможности нету поставить. А вы давно ли живете в этом доме? Я уже как только нам выдали эту квартиру, мы сюда переехали. Мы уже живем, наверное, уже год. А на каком основании выдали вам квартиру? Значит, он работал в Воксе, он получил с Укса квартиру. И вот на этом основании мы получили эту квартиру. А вот вы во время войны уезжали, да, отсюда? Мы были в пять суток. Вообще-то вот здесь у нас стояли в вагончиках. Мы жили в вагончиках. И вот те, которые жили в вагончиках, они получили от вагончиках. А то есть у вас не было своего жилья, получается, во время войны? Во время войны мы получили, заняли квартиру, значит, но эта квартира у нас маленькая, так как у нас себя большая, и как бы дали нам эту квартиру. Кто хотел занять? А молодежь, которые, значит, они не имеют жилье и живут на квартирах, они хотели занять. А вот говорят, что списки собирают в домоуправлении для того, чтобы вот вселять кого-то. Вы слышали об этом что-нибудь? Ну, слышала, вроде бы списки составляют, но я не знаю, как они будут селять, и что будут делать, я это не в курсе дела. Ну, нравится дом? Очень нравится. Память эта от отца детям, и живу очень хорошо, и спокойно. Мне нравится то, что вот эта память оставил он. Его нету, погиб, но память оставил детям. Я сама мать-одиночка, у меня двое взрослых детей, я гражданин Абхазии, и квартиру я снимаю на сегодняшний день. У меня дети подростки, и сын мой, не скажу, что он болен, но у него большие проблемы со здоровьем. И помимо того, что я вынуждена платить за жилье, я еще вынуждена и периодически лечить своего сына. На днях в новом районе Сухума около этого дома прошел митинг, на котором собрались люди, требующие от государства помощи в решении жилищных проблем. Изначально здесь собрались около 14 молодых семей, не имеющих своего жилья. Одним из первых, кто прибыл на место митинга и пообщался с молодыми семьями, был главный инженер муниципального учреждения домоуправления номер 5 Гиви Кварчия. Люди, собравшиеся на этот митинг, когда мы начали с ними общение уже на уровне нашего учреждения домоуправления, они нам объяснили, что не именно этот дом как бы причина их собрания, то есть вообще у них отсутствует жилье, поэтому собрались возле этого дома так, как слышали, что здесь, там есть пустые квартиры. Но потом, когда мы начали с ними общаться, как бы, да, выслушав их не проблему, они объяснили, что не именно этот дом, может быть, там, допустим, да, государство решит какой-то тоже вот разрушенный дом есть или недостроенность до военных времен, если государство там сможет восстановить этот дом, то они согласны на это, но как бы причина, чтобы проблема была решена в течение нескольких дней. И пришли к тому, что на следующий день, после начала митинга, что высшее руководство, кто-нибудь представитель из высшего руководства приедет и конкретно будет с людьми обсуждать эти проблемы. Люди опять собрались, они разошлись первый день, на следующий день собрались, приехал от Гуриафета еще, поговорил, пообщался с людьми, услышал все их проблемы, как бы, пообещал доложить высшему руководству, ну, по просьбам митингующих, конечно. Создадут комиссию небольшую из числа митингующих, которые составят списки людей, которые нуждаются. Да, вот, насколько мне известно, как оно позиционировалось, когда он строился, да, этот дом, что это для лиц, в основном, славянской национальности, которые потеряли жилье. К вам приходит вообще сюда домоуправление с такими? Да, конечно. В так называемую очередь на получение жилья люди становятся в жилуправлении администрации города Сухом, как бы, потому что распределение жилья идет оттуда.